Минувшая неделя в Харциске была насыщена мероприятиями, посвященными Дню освобождения Донбасса. Одно из них было организовано в читальном зале Центральной городской библиотеки. Для старшеклассников шестой школы сотрудники учреждения подготовили тематическую программу под названием «Освобождение Донбасса. История событий о людях». Помимо этого школьники получили возможность познакомиться с харциской писательницей Мариной Михейкиной. О непростых двух годах оккупации Донбасса и о героических подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны говорили в минувший вторник в городской библиотеке. Старшеклассники шестой школы с интересом слушали лекцию, подготовленную организаторами мероприятия. Не осталось без внимания присутствующих и тема нынешней войны на Донбассе, события которой продолжают находить отклик в сердцах поэтов и писателей. Примером тому может служить творчество Марины Михейкиной. Харциской писательницы, которая ныне проживает в Ростове. Мэрил Ло, именно под таким псевдонимом знают писательницу и ее читатели, познакомила ребят со своими произведениями и историей их написания. Из-под пера Марины Михейкиной вышли уже четыре книги, первая из которых вышла в свет в 2016 году, после поездки по прифронтовым городам республики. Истерзанные войной Дебальцево и Углегорск произвели на женщину неизгладимое впечатление. Иногда просыпалась ночью, мне настолько разрывало от эмоций, от всех этих впечатлений негативных, что я просто не могла спать. Мне мой взрослый сын посоветовал, он сказал, мама, ты так сойдешь с ума, садись, пиши, эмоции нужно куда-то выливать. Я их начала выливать. Первую книжку я не рискнула вообще печатать. Единственная моя подруга поддержала меня, очень такая вот зрелая женщина, я бы сказала. Она сказала, пробуй, пишут все, у каждого свой читатель. И, скажем так, друзья мне помогли, они просто собрали деньги, сказали, иди печатай. Основой очередной литературной истории стала судьба макиевчанки, потерявшей в результате обстрела ногу. Когда я поговорила с ней полтора часа, мне это настолько потрясло, что я приехала, закрылась дома на три дня и написала полностью середину книги там, где она находится в больнице. А окончание книги появилось само собой. Я просто узнала о том, что паралимпийцы не были допущены до соревнований. С некоторых пор Марина Михейкина публикует отрывки своих произведений на собственной страничке в соцсети. Выставлять отрывки рассказов в интернете начала во время карантина. То есть, ну вот как-то пришло в голову. И меня заметила женщина, которая работала в газете, в нашей местной. Я ей безмерно благодарна. Не потому, что меня напечатали в газете, потому что она оценила, она профессионал. Я буду еще собирать материал, потому что война закончится, а герои станутся. Познакомиться с творчеством писательницы можно, взяв книгу за авторством Мэрил Ло в Центральной городской библиотеке.